Кстати, мне задали вопрос интересный. Почему в православии было много святых и ясновидящих? Почему они не видели инкарнацию в прошлой жизни? Как вы думаете? Они могли не говорить, потому что это расходилось. Но я подумал о том, что мог быть и момент психологический. Знаете какой? Назовите мне страну, где гораздо больше было ясновидящих. Индия. В Индии каждый второй ясновидящий. Ну и вся культура тонких планов, духовных и так далее, колоссальная. Она в Индии ариями была раскрыта. Так вот, количество ясновидящих в Индии предсказано там всё. Люди видят будущее, люди видят прошлое. Всё люди видят. То есть кажется, выше, чем уровень индийских ясновидящих, гуру, святых. Ну просто невозможно. Потому что это такая информация, что трудно переварить. Но понятия семейной кармы в Индии нет. Индийские ясновидящие не видят, как поведение матери сказывается на ребёнка. Они видят только... В этом есть дело в том, что наша карма личная и наша семейная. Они похожи. Поэтому, если твоя мать что-то накрутила, значит, ты это же делал в прошлых жизнях. Нет, они чётко... Семейной кармы нет. Только человек лично за себя отвечает. То есть что получается? В Индии отсутствует понятие семейной кармы. Но в иудаизме оно присутствует. Но в Индии есть личная карма, а в иудаизме её опустили. Что мы видим в православии? Личной кармы нет, семейной тоже нет. Жёстко отрицалось. Правда, в последнее время начали говорить всё-таки о том, что наследуются грехи. А по сути, что мы понимаем, что мы видим? По сути, у человека есть личная линия жизни, которая стыкуется с линией родственников. Как ты идёшь, такие люди к тебе подтягиваются. Как ты себя вёл в прошлой жизни, такие у тебя родственники будут вокруг. Вот хотите узнать, кем вы были в прошлой жизни, посмотрите на поведение родственников, родителей, и вот вам ответ. Хотите узнать, какими вы будете в следующей жизни, посмотрите на своих детей. Так что самодиагностику провести очень легко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.